1 июня, в Международный день защиты детей, делегация областного руководства побывала в клинической больнице номер один. Малышам губернатор привез игрушки и шоколад, а со взрослыми обсудил проблемы, с которыми сталкиваются врачи. В этой больнице лечат детей с заболеваниями легких, аллергиков. Таких, к слову, с каждым годом становится все больше. А также больных муковисцидозом. За год через клинику проходит около 4000 маленьких пациентов. Строго говоря, в старых стенах без современной системы вентиляции и здоровому взрослому дышать трудно. Не говоря уже про больных детей. Но врачи это не останавливает. Они и здесь творят чудеса, возвращая пациентов к нормальной жизни. Здание старое. Это здание областной софт-паршколы, построенное еще в 50-х годах. В 60-х годах больница переехала сюда. Конечно, это достаточно сложно, организовать лечебный процесс в современных условиях, когда от нас соблюдение санитарного законодательства требует определенных усилий. Но опять же, те вливания денежных средств, которые есть на протяжении трех лет, нам позволяют приблизиться максимально к этому результату. Чтобы привести клинику в порядок, здесь перманентно проходят ремонты. Одно отделение отремонтировали, на очереди следующее. Все это без отрыва от лечебного процесса. В этой клинике трудятся около сотни врачей, а общая численность персонала – около 400 человек. Мы будем помогать, и как и сейчас помогали с точки зрения оснащения. Приятно, что больница очень хорошо оснащена. И технически, и персонал очень-очень заботливый и квалифицированный, во всяком случае. Это говорит о результатах. Ну а все, что касается стен, я думаю, стены постихонечку тоже приведем в порядок. И здесь будет не стыдно и гостей принимать, и будет комфортно детям. Дело доброе. Я думаю, всем миром мы правильно решим эту задачу. В больнице высокие гости заглянули и в палату грудничков. Здесь лежат три малыша-отказника. Их жизнь начала сурово, без родительской ласки и внимания. И самые близкие для них сейчас – это люди в белых халатах. Нина Свечникова, Василий Мосин.